Противник продолжает атаковать силы обороны Украины на всех направлениях. На Купинском российские оккупанты штурмуют украинские позиции вблизи Синьковки, Новоосинова и Лозовой. На Краматорском направлении под огнём Часовьяр и Клещиевка. На Торецком россияне штурмуют Нелиповку и Торецк. Также авиация агрессора нанесла удары по Щербиновке, Петровке и Дружбе. Больше всего боестолкновений на Кураховском направлении. Противник пытался продвинуться вблизи желанного Первого, Георгиевки и Константиновки. На Покровском армия РФ атаковала вблизи Гродовки, Новоторецкого, Николаевки, Зелёного поля. Хотя интенсивность атак здесь несколько снизилась. Те усилия, которые они были в начале, мы говорим сейчас про август месяц, когда они максимальное количество кинули пехоты, вот их каждый день становилось меньше. На сегодня точно можно сказать, что минимум в два раза количество штурмов уменьшилось. По людям скажу, что если август месяц, там действительно такие волны шли пехоты, ну это было не то, что, ну я столько не видел за всё время вот этого вот, волна за волной, то сейчас они более экономно стали подходить к этому вопросу, и уже максимально стараются передвигаться минимальными группами по два человека, где-то собираться в определённом месте для того, чтобы потом там в количестве 10, там 12 человек начинать какой-то штурм. Вот так вот. В любом случае их стоит меньше. В СУ пополняют обменный фонд. В Курской области российские солдаты сами подняли белый флаг и сдались в плен. Пять дней они были без воды и боеприпасов. Всего в плен к отдельной механизированной степной бригаде сухопутных войск попали 13 российских военных. Четверо из них имели серьёзное ранение. Как сообщает руководитель Центра противодействия и дезинформации при СНБУ Украины Андрей Коваленко, украинские подразделения успешно ведут манёвренную войну в Курской области, постоянно берут в окружение российские войска, которые слишком медлительны для противодействия такой тактике. В настоящее время российская армия оказалась в достаточно двуспыслиной ситуации. С одной стороны, она пытается атаковать плацдарм украинских сил оборонной территории Курской области, а с другой стороны, некоторые из этих штурмовых подразделений могут оказаться в оперативном окружении, ведь украинская армия действует весьма нешаблонно и достаточно нетипично. Россия нам следует ожидать ещё несколько нестандартных, очень болезненных решений украинских генеральных штабов и, соответственно, аппарата главнокомандующего генерала Сырского. Сейчас мы видим практическую реализацию этих моих утверждений. Подразделения военно-морских сил Вооружённых сил Украины нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя. В результате удара были уничтожены как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения по территории Украины. 1020 российских солдат ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего, с начала полномасштабного вторжения РФ, потери российской армии превысили 635 тысяч. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили за сутки два российских танка, шесть боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем, одну РСЗО. Кроме того, силы обороны Украины сбили 66 БПЛА, а также поразили 27 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом. Субтитры создавал DimaTorzok